Препятствия нарастают, как снежный ком. Премьер-министр Беларуси раскритиковал положение дел в Евразийском экономическом союзе. Главы правительств союзной пятерки встретились сегодня в Бишкеке. Среди ключевых вопросов снятие барьеров. Однако Андрей Кобяков заострил внимание на том, что при ликвидации одних препятствий в ЕАЭС тут же возникают другие. Яркий пример – нефтегазовый спор с Россией. По мнению белорусской стороны, правовая база двух стран плотно увязана с евразийской, а значит проблемы в двусторонних отношениях серьезно влияют на многостороннюю интеграцию. Ладно, пусть будет пока разница в ценах на газ. Мы договорились при подписании договора о Евразийском экономическом союзе, что она будет постепенно ликвидирована к 2025 году. Но почему эта разница так резко растет? Не на 1, не на 5 и даже не на 10 процентов. А разница в ценах между Белоруссией и Российской Федерацией выросла с 38 процентов в начале 2014 года до 110 процентов в 2016 году. Почему после создания ЕАЭС вместо постепенного сокращения разница стала почти в три раза выше? Какая свобода движения товаров, услуг, капитал и рабочей силы здесь может быть? Наши партнеры прекрасно осведомлены, что 96 процентов электроэнергии в Республике Беларусь вырабатывается из российского природного газа. Как в такой ситуации можно конкурировать на общем рынке? Беларусь согласна двигаться вперед, но мы против того, чтобы делать вид, что движемся вперед. Белорусский премьер констатировал и экспортные ограничения. Россия ввела ответные санкции более двух с половиной лет назад, однако партнеры так и не договорились об условиях транзита товаров третьей страны. Для Беларуси это прямые потери, заявил Кобяков. Одним из важных позитивных моментов интеграции он назвал расширение внешнеэкономических связей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова